На пять дней Самарская набережная превратилась в большую спортивную площадку. Здесь и теннисные корты, и футбольное поле, и пространство для полетов в ризби. Тысячи спортсменов из разных регионов России и гости из Казахстана соревнуются в пляжных видах спорта. Это популяризация спорта, популяризация здорового образа жизни. Это наилучший пример того, чтобы привлечь население к регулярным занятиям физической культуры спорта. И здорово, что пляж не пустой у нас, а он сегодня именно вместе со спортивными красивыми людьми, который пример для того, как такими людьми стать. В этом году соревнования проходят по шести видам спорта. Пляжный волейбол, теннис, футбол, регби, паркур и новинка этого года – пляжный алтимат. Анастасия Красавина из Тольятти узнала об этом виде спорта в Жигулевской кругосветке. И вот уже пять лет соревнуются в бросании диска. Это летающий диск фрисби, нужно его отдать своему сокоматнику, чтобы он поймал его в зоне. А другие игроки должны его сбить. Это очень интересно, особенно когда ветер, потому что он его сдувает. Ветер, он как бы показывает уровень игры, то есть диск нужно правильно кинуть, его закрутить хорошо, чтобы, соответственно, он улетел в нужное место. Алтимат фрисби зародился в середине прошлого века. Среди американских студентов тогда в качестве летающих дисков использовали формы для пирогов. Теперь это профессиональный вид спорта. В 2017 году женская сборная России впервые выиграла чемпионат мира по алтимат фрисби, обыграв сборную США. Здесь один человек ничего не сможет сделать. Это командная игра 5 на 5 или 7 на 7 в зависимости от поля, который используется у нас в рамках игры. Либо же это песок, либо это газон, либо же это у нас зал. У нас принимаются люди любого возраста. Как видите, у нас дети 14 лет играют, и люди уже за 30 лет. Но в любом случае люди тем самым развиваются, они развивают других, и это самая главная прелесть нашего вида спорта. В Самаре фестиваль пляжных видов спорта прошел уже в седьмой раз. На следующий год поступили предложения включить в программу и соревнования по пляжному баскетболу. Мы по возможности стараемся каждый год добавлять новые виды спорта, интересные, которые востребованы участникам, для того, чтобы это давало определенный толчок к развитию данного вида спорта в регионе, в области, и дальше уже по России. В этом году общий призовой фонд фестиваля составил почти 2 миллиона 200 тысяч рублей. Вознаграждение получили команды-победители в разных спортивных номинациях. Также атлеты получили памятные подарки, новый опыт и яркие эмоции. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.